Мир вам, братья! Мир вам, братья! Мир вам, братья! Мир вам, братья! Воздайте Господу племена народу, воздайте Господу славу і честь, воздайте Господу славе імені Його, несите дари і йдите во дворі Його. Поклонитесь Господу в благолепій святині, трепіші перед лицом Його вся земля. Які дорогоцінні слова для нас, що ми сьогодні приносили для нашого Господа? Братя, сестру, дружі, дорогі, каже, принеси в жертву Богу хвалу і воздай обети твої, брати мої і сестри. Як ми обіцяли служити нашому Господу? І в сьогоднішній час давайте ми встанемо на наші ноги і прославимо нашого Господа Ісуса Христа і попросимо Його благословіння на це служіння. Амінь. Добре наш Господь, Крамене Клауден, в цей дарований ранішній час, представши перед величію Твоєю, Господь, Алілуя тобі за милость Твою, за любов Твою, за ласку, за доброту, за благословіння, яке Ти дав для нас слава Тобі, Алілюя. Алілюя тобі, Крамене Клауден, перше, чи ви пройшли, я віру, що ти вже тут на цьому місці, Господь. І Твоя присутність, Господь, сьогодні з нами. Алілюя тобі, Крамене Клауден. Дай нам още жити близькость Твою, Господь, в моєму серці, всьому народу, церкві Твоїй. Бо це церкова Твоя, це голубіца Твоя. І вона сьогодні прийшла перед лицем Твоє, щоби приноси Тобі славу. Алілюя тобі, Крамене Клауден. Ібо Ти достойний слави, Ти достойний честі. Алілюя. Алілюя тобі, Крамене Клауден. Благословено ім'я Твоє, Господь. Благослови народ Твої, Господь. Благослови церкову Твою. Благослови головицу Твою, Господь. Наслідтя Твоє, благослови. Ободри, оживи, Господь. Наполни благодатью Твоєю. Духом святим наполни, Крамене Клауден. Хай сила благодаті Твоєї. Обновіть кожну душу, Крамене Клауден. Алілюя, Крамене Клауден. Подай молитву для народа Твоєго, Арбіта на мене Клауден. За полицію огонь благодаті Твоєї в народі Твоєму, Арбіта на мене Клауден. Щоби сила Духа Святого робила свою роботу, Отче Небо, Крамауден. Ми дякуємо Тебе за всі милости і блага, за Твій подвиг, за страдання, за смерть, за воскресіння, за спасіння, за життя, за Дух Святий, де Ти умолив Отця і післа в серце наше Духа Святого. Алілюя Тобі, слава Тобі. Ми дякуємо за те, Господь, цей час, який Ти дав нам прийти на це місце. Що ми разом можемо всі зійтися і разом схилити голови свої і серце своє і прославити ім'я Твоє. За такий дорогоцінний час багато людей не мають тої можливості, а Ти нам сьогодні дав такий прекрасний, гарний день. І ми сьогодні прийшли в дім молитви, щоби прославити ім'я Твоє. Все, що ми маємо, ми приносили до Тебе, Господь. І ми дякуємо Тебе за всі милости і блага, бо Ти достойний слави. Алілюя Тобі, Небо, слава Тобі наш, Господь. Прими славу, Господь. Алілюя, таке, як є, ми прийшли до Тебе і просимо Того благословіння, Господь. От початку і до кінця. Хай буде, Господь, Твоя благодать. Хай Дух Святий робить свою роботу, Господь, а Ти ободрай, оживляй, укріпляй. І все, що буде проводиться тут в служині, благослови, благослови співи, благослови проповіді. Подай Слово Твоє для наших сердець, Господь. Благослови братів наших, милості, я прошу, для всього народу і Твоєго благословіння. А тих, які не змогли прийти по разним причинам, Ти бачиш по намах, по госпіталях. Зайди туди, Господь, і хай Твоє благословіння торкнеться їх і наповнить їхні серця і утішить їхні серця. Будь з нами до кінця і благослови Тобі слава. Подяка Вічний Бог, Отець, Сині Дух, Святий повіки. Амінь. Ми всі разом прославимо Господа Писну, і ангелы в небі Господа славят. Ангелы в небі Господа славят. Славу достойную Богу пою, Богу пою, Вечная слава, Вечная слава, Вечная слава, Слава Христу, Слава Христу. Вечная слава, Вечная слава, Вечная слава, Слава Христу. Хочется с ангельским пеньем слизмом, О, Республик, Спасенным Господу! И сердце Господу, Богу единому, Кристос Спасителю, Славу поет, славу поет, Вечная слава, вечная слава, Вечная слава, слава Христу, Слава Христу, вечная слава, Вечная слава, вечная слава, Слава Христу. Здесь на земле людей Церковь добиться, В небо стремиться, Дух жениху влечет. О, гряди Господи, Видишь, небеса ждет Тебе единому Славу поет, славу поет, Вечная слава, вечная слава, Вечная слава, слава Христу, Вечная слава, вечная слава, Вечная слава, слава Христу. Чудный прославленный Царственный Божий Сын, Димный Христос, Господь В небе нас ждет, И сердце Господу, Богу и Диану, Иисус Спасителю, Славу поет, славу поет, Славу поет, славу поет, Вечная слава, вечная слава, Вечная слава! Слава Христу! Слава Христу! Вечная слава! Вечная слава! Вечная слава! Слава Христу! Слава нашему Господу Ангели в небе Братя и сестры Там такие слова спевали про то, что Хочется слиться С ангельским пением хочется слиться Так? Чи нет? Слава нашему Господу Хочется разом спевать Вчера узнав про то, что В Львове отбывала конференция Каже, 5000 хор Каже, как начали спевать Каже, мурашки по тілу йдуть Братя и сестры Я не понимаю Яка то слава в небе Але ми идемо туди Ми стремимся туди Ми молимся Ми хочемо в небо І хочемо слиться сангельским пением Слава нашему Господу Я буду читать Місце священного писания Це буде записано Євангелие Матвія Я візьму із Четвертого розділа Кінец четвертого розділу Двадцать третий вірш І нижче І буду вибору, що читать деякі місця І ходив він 4.23 Матвія І ходив він по всій Галилеї По їхніх синогах навчаючи Та євангелію царства проповідуючи І вздоровляючи всяку недугу І всяку неміч між людьми А чутка про нього пішла по всій Сирії І водили до нього недужих усіх Хто терпів на різні хвороби Та муки І біснуватих, і сновид, і розслаблених І він їх уздоровляв І багато людей йшло за ним І з Галилеї, з Десятимісця, з Єрусалимі І з Юдей, з Айорданні І побачивши натоп Він вийшов на гору А як сів, підійшли його учні до нього І відкривши у Стасові Він навчав, ти їх став Промовляючи Я певно, браті і сестри Коли читав це місце Я уявляв про те, що Величезний натоп Пішов за Ісусом Христом Перше, про що проповідував Ісус Христос Він навчав і проповідував Євангеліє Царства Божого І ось багато людей Тут ми читали про те, що з різних сторон І чутка про нього рознеслась По всій Сирії І до нього приводили І каже про те, що Слово Господнє І багато людей йшло за ним І з Галилеї, з Десятимісця, з Єрусалима, з Юдеї Зіорднання І він здоровляв Він навчав Він проповідував і він здоровляв Написано про те, що І як побачив натоп, він вийшов на гору і сів І ми, я думаю, що читали не один раз Читали місця священого писання Як ми говоримо Або як говорять брати проповідники І так прийнято Нагорна проповідь Ісуса Христа І коли він І побачив, що натоп він вийшов на гору І як сів, підійшли його учні до нього І відкривши уста свої Він навчати їх став промовляючи Я не всі блаженства буду читати Про які тут сказано Але дивіться Шостий вірш П'ятого розділу Блаженні, голодні та спрагнені правди Бо вони нагодовані будуть Блаженні, голодні та спрагнені правди Браті і сестри, кому проповідав Ісус Христос? Для яких людей проповідав Ісус Христос? Ну, певно, ті, які знали Господа Або ті, які чули про Бога Або ті, які бачили чудеса І йшли за Ісусом Христом Їм було цікаво І цікаво було про те Що Він говорить, як Він робить Як Він діє, як Він вздоровляє І все це збирало до Нього Величезний натовп людей І написано Блаженні, голодні та спрагнені правди Це слова Ісуса Христа Ніби сьогодні, браті і сестри Ми чули про Бога Ми знаємо Ісуса Христа Ми повірили в Нього Багато людей просто чують про Ісуса Христа Але в своє серце не впустили Його І певне слово Боже звучить сьогодні до всіх нас Блаженні, голодні та спрагнені правди Браті і сестри Чи ти насправді жаждеш цієї правди? Якої правди сьогодні шукають люди? В чому спрага? По якій правді спрага сьогодні? Браті і сестри По правді Божій Про вчення Ісуса Христа Що вчив Ісус Христос? Блаженні чисті серцем Бо вони будуть бачити Бога Сьогодні багато людей кажуть про те, що Я нікому погано нічого не зробив Але яке серце сьогодні маєш ти? Маю я, брата, мій сестру Що маєш ти сьогодні? Яке серце? Чи чисте серце? Людей сьогодні навчають про те, що Ти обов'язково будеш бачити Ти обов'язково прийдеш Але Слово Боже каже Блаженні чисті серцем Хочеш бачити Бога? Готуй своє серце Роби своє серце чистим Дай благодаті Господні Дай правді Божій Вселитись з тебе Коли селиться в тебе Божа правда, Божа істина Серце твоє буде робитися чистим Не скверним, а чистим Блаженні чисті серцем Бо вони будуть бачити Бога Блаженні миротворці Братя, мої, сестри Як сьогодні не хватає оціх миротворців? Які би принесли мир і спокій в сім'ї Мир і спокій принесли в суспільство Як не хватає сьогодні? Чому так? Не шукають правди Божої Блаженні миротворці Бо вони синами Божими стануть Слава нашому Господу Висіль землі Коли сілі з вітри є То чим насолити її? Не придається вона вже ні на що Хіба що на двір буде висипана Та потоптана людьми Висвітло для світу Не може сховатися місто Що стоїть на верковині горі Не запалюють світильника Щоб поставити його під посудину Але на свічник І світить воно всім у домі Отак ваше світло Нехай світить перед людьми Щоб вони бачили ваші добрі діла Та прославляли Отця вашого Що на небі Братя, мої сестри Коли я відкриваю Коли я читав ці місця Священого Писання Перед тим, як сьогодні говорю до вас Багато місця Я навіть попідкреслюю в своїй біблії Про те, що Наприклад Ви чули, що було стародавні наказа Не вбий, а хто вб'є Підпадає він судовий А я кажу вам Щоб кожен, хто нівається На брата свого Підпадає вже судовий А хто скаже На брата свого рака Тут мене позначення Що це за слово означає Ледащині Чемний блазень Виродок пустий Оце слово так переводить На нашу мову Підпадає в Верховному суді А хто скаже Дурний Підпадає гіені огнені Тому коли принесеш ти Тому коли принесеш ти До жертівника свого дара Та тут і згадаєш Що брат він щось має На тебе Залишу тут дара свого Перед жертівником Піди, примирісь Перше з братом своїм І тоді Повернись і принось Дара свого А ще далі 33 вірш Не клянись неправдиво Але виконуй клятві свої Перед Господом Ще ви чули Що було стародання Він казано Не клянись неправдиво Але виконуй клятві Перед Господом А я вам кажу Не клястися зовсім Ані небом Бо воно престол Божий Ані землею Бо підніжок для них Його Ані Єрусалимом Бо він місто царя великого Не клянись головою своєю Бо навіть однієї волосинки Ти не можеш Учинити білою чи чорною Ваше слово хай буде Так, так Ні, ні А що більше над усе Те відвукаво Братя, мої сестри Це наука Ісуса Христа До всіх нас Сьогоднішній день Нібито Знаєте так Ми зібрались навкруг того Що говорить нам Ісус Христос Що говорить Слово Господнє Ви чули Що сказано Люби свого ближнього І ненавидь свого ворога А я вам кажу Любіть ворогів своїх Благословляйте тих Хто вас проклинає Творіть добро тим Хто ненавидить вас І моліться за тих Хто вас переслідує 45-й вірш Щоб вам бути синами Отця вашого Що на небі Що наказує сходити Сонцю своєму Над злими і добрими І що дощ посилає На праведних І на неправедних Братя, мої сестри Дивіться Давайте 45-й вірш Прочитаємо спочатку Потім 44-й Щоб вам бути синами Отця вашого Що на небі Що наказуєте Сходити сонцю своєму Над злими і над добрими І що дощ посилає На праведних і неправедних То я вам кажу Любіть ворогів своїх Щоб вам бути синами Отця вашого Що на небі То маємо любити Ворогів наших Братя, мої сестри Як непросто Хтось щось сказав Вже навіть не ворога Щось сказав Якесь таке, знаєте Для нас Ну неприємне для нас Ми приємно Коли нас хвалять Коли нас Ну Щось нам приємне говорить А коли щось Щось не так Замічають в нас І кажуть А то не так А то бо так І якась така, знаєте Ну неприємність В нашій середині Ми Ми або відходимо Дальше Або кажем Ну я більше спілкуватись З цим чоловіком не можу Або не хочу Або не буду А слово господні Каже Що коли ти На перехрестя Він молиться Він певно святий Він не стидається Десь там молитися І десь таке, знаєте В середині захоплення Цією людиною А слово Боже Каже про те Що вони вже Мають нагороду А ти коли молишся Війди до своєї комірчини Зачини свої двері І помилися Отцеві своєму Що в таєні А отець твій Що бачить таємне Віддасть Тобі явно Слава нашому Господу Боже Слово сьогодні Звучить до нас А ти коли молишся Братя мої сестри Коли ми виконували Або коли ми Практикували Оце якраз А ти коли молишся Війди в свою комірчину Зайди в свою кімнату Закрий за собою двері І помилися до отця В таєні І він Що бачить Твоє таємне Що бачить Твою середину Не просто Твою наружу Він віддасть тобі Явному В одному місці Написано Досі ви нічого Не просили Вімя моє Відтепер Просіть І отримаєте Щоб радість ваша Була досконалою Слава нашому Господу Ще декілька Місць священого писання А як постити То не будьте сумні Як отіли це мірі Вони Вони Бо змінюють Обличчя свої Що бачили люди Що постять вони Поправді Кажу вам Вони мають Уже нагороду свою Я думаю Що браті і сестри Ми не бачили людей Які пості Знаєте Посипають голову попілом Я наприклад Не бачив Але читаючи Слово Господнє Я розумію Що були такі моменти Були такі люди Які просто показували Які Молилися до Господа Я не думаю Що всі вони Притворно молилися Але тут Слово Боже Каже Не будьте Для нас Для мене Каже Не будьте Хто є лицемір Який хочеш показати Свій пост перед людьми Це зовсім інша ситуація Коли я пощу перед людьми Коли я пощу для людей Щоб всі бачили Коли я пощу перед моїм Господом Коли Дивіться Що Слово Господнє А ти коли постися Намости свою голову І лице своє вмій Щоб ти посту свого Не вигадив людям А отце ві своєму Що в таєні І отець ти Що бачить таємне Віддасть Тобі явне Браті, мої сестри Ми заметили Що Господь не хоче Нашої зовнішньості Господь хоче Нашого внутрішнього стану Чи я спрагнений правди Чи я нагодований Цією правдою Божою І далі читає Не складайте собі Скарбів на небі На землі Вибачаюсь Де нищить ті хміль та іржа І де злодій підкопується Викрадають Складайте собі Скарби на небі Де ні міль, ні іржа Їх не нищить І де злодії До них не підкопуються Та не крадуть Бо де скарб твій Там буде і твоє серце Браті, мої сестри Я не буду коментувати Того всього Всі ми живемо В цьому світі Всі ми маємо Або потребуємо Якогось достатку Але є Є понад того Понад того Люди Люди стараються Якимсь чином Поповнить свої достатки Якимсь От, ну, наприклад Коли зустрічаюся з людьми Які займаються Ну, якомсь там Рекламою Або продають щось Коли ти підходиш до нього Зустрічаюся з ним Перше, що він тебе запитає Чи ти чув про це А коли я наповнений У Господній каже Де твій скарб Там твоє серце Було дупло Або різали Хлопців Люди зберігали Одного з ненавидить А другого з ненавидить А другого буде любити Або буде триматись одного А другого знехтоє Я буду закінчувати свою промову Братя, мої сестри Якщо хочете Дослідить це місце священого писання Або цей напрямок Або цю тему проповіді Зайдіть Відпимайте ваші Івангелія Я тільки зупинюся на останньому Що говорить Ісус Христос Після тої своєї промови Дивіться Сьомий розділ І двадцять четверти Двадцять перший вірш Ну, наприклад Ще ж сьомий розділ Двадцять перший Не кожен, хто каже до мене Господи, Господи Війде в Царство Небесне Але той, хто виконує Волю мого Отця Той тільки той Може війти в Царство Отця Небесного Хто виконує волю Його А не всяких, хто говорить Господи, Господи Війде в Царство Небесне Сьогодні багато людей Коли якась тривога Коли якесь Ще щось стається Вони кажуть О Господи О Господи Братя, мої сестри Війдеш в Царство Небесне Коли будеш виконувати Волю Отця Небесного Отож кожен, хто слухає Цих моїх слів І виконує їх Подібний до чоловіка Розумного, що свій дім Збудував На камені Часто Часто буває, що Рушиться Оце Далі читаємо І линула злива І розлилися річки І буря знялась І на дім той кинулась Та не впав Бо на камені Він був заснований А кожен, хто слухає Цих слів моїх Та їх не виконує Подібний до чоловіка Того необачного Що свій дім Збудував на піску І линула злива І розлилися річки І буря знялася І на дім Ото й кинулась І він Упав І велика була Та Руїна його Братя, мої сестри Я думаю, що сьогодні Прийшли ті, хто обачний Хто будує свою віру На камені На живому Ісусі Христі Хто будує свою віру На слові Господньому Не на якихось домислах На яких вигадках людських А будує свою віру На слові Божому То каже Слово Господні Навіть тоді, коли прийдуть Випробовування Тоді не захитається Тому що він Збудований На правді І на істині Божій Хай благословить всіх нас Господь Ми будемо молитися Ми будемо просити Господа Там Слово Боже Каже в цьому Просіть І буде дано вам Шукайте І знайдете Братя, мої сестри Придіть додому Відкрійте ваші Евангелії Прочитайте П'яти, шости, сьомий, восьмий розділ І ви побачите Яку науку Ісус Христос Проголошував В нагорній свої проповіді Вона сьогодні звучить до нас Хай благословить Кажного із нас Господь Ми схиляємо наші коліна Перед нашим Господом І молимося до Нього Амінь Господь Тобі слава Тобі подяга Тобі хвала Тобі честь Тобі навіки Вічні слава Господи Боже наш Ти даєш нам Слово Твоє Господь Боже наш Ти Господь Говориш нам Про віру нашу Господь Як вона має Господи Зростати Господь На чому вона має Базуватись Наша віра Господь Очі небесні І ти кажеш Про те Що блажені Спрагнені Блажені Голодні правди Твоєї Боже наш Допоможи нам Бо істинно Буди такими Господи І отримати те Блаженство Господь наш І Бог наш Вище щастя Господь О Ісус Я прошу тебе В ім'я Ісуса Христа Благослови Господь Благослови Нам бути синами Твоїми Господь Боже наш Любити Господь Любити Тих Хто оточує нас Усподь Любити Тих Хто Навіть Ненавидить Нас Усподь Боже наш Це Твоя наука І я дякую Тобі Господь За Твою науку Боже наш Тобі слава Честь вела на віки Бо дяка Тобі Аллею Ісус Дякую Тобі Господь Дякую Тобі Боже наш Величай Твоє Святе ім'я Батько Небесний Покладаюсь на Тебе Господь Довіряючись Тобі Хочу Твоє ім'я Прославити Хочу воздати Тобі Славу Хочу поклонитись Тобі Боже наш Слава Тобі Господи Хвала Тобі Честь Подяка Поклоніння Тобі Владико Вичності Ти наш Бог І ми Господь Величаємо Славословно Тебе Цар наш Аллилуйя Тобі Господь Аллилуйя Тобі Господь Допоможи нам Сподобатись Тобі Господь Владико Вичності На кожний час Кажди момент Нашого життя Господь Перебувати в надійних руках Буди подібний до Тебе Господь Боже наш Очі Небесні Ми молимося до Тебе Ми просимо Тебе Господи Благослови Господь До кінця це зібрання Господи Наповни Господь Силою Твоєї благодаті Господь Дай нам зрозуміти Правду Твою Дай нам зрозуміти Істини Твої Господь Наш і Бонас Щоб Господи Це зібрання Не було просто Пустим Напрасним Господь В нашому житті А щоб воно Принесло Господи Користь Щоб воно Принесло Обильний плід Для нашого життя Слава Тобі Господь Честь Тобі Навіки Вічні Аллилуйя Тобі Ісус Ми довіряємося Тобі Господь Ми дякуємо Тебе Боже Мій За чудову науку Тобі І я вірю в те Що Господь Ти надалі Аллилуйя Тобі Аллилуйя Тобі Господь Слава Тобі Наш Господь Честь Подяка Поклонення Тобі Боже наш За сьогоднішній Ранковий час Господь За те що Господи Ми сьогодні Вдомі Твоєму Господь Вдомі молитві Господь За те що Ти Господи Сьогодні нам говориш Слово Твоє Очі Небесне Допоможи нам Прийняти Господь Як ті які хочуть їсти Яких хочуть пити Господь Прийняти Слово Твоє Для свого життя Прошу Тебе В ім'я Ісуса Христа Благослови всю цю програму Яка в сьогоднішній день буде Господь Благослови моїх братів Благослови каждого Господь Можливо хтось прийшов Стривожений Господь Можливо хтось прийшов В болях тривоги Господи Почуй молитву І дай відповідь Господь Так як Ти робив Господи Так Господи Давно Боже наш І Ти робиш до сьогоднішнього часу Слава Тобі, наш Господь Хвала Тобі навіки Подяка Тобі навіки Амінь Амінь Готово серце моє 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 Сердце мое, сердце мое. Буду перед Тебе славить, Буду перед Тебе славить, Ты от Гимели славил И просил ужасный грех. Буду петь Тебе славить, Буду перед Тебе славить, Ты от Гимели славил И просил ужасный грех. До страниц, Алтирии Зуфи, До страниц, Моя плава. Я буду варить вода, И пить Тебе славить, Буду перед Тебе славить, До страниц, Алтирии Зуфи, До страниц, Моя плава. Я буду варить вода, И петь Тебе славить, Всегда. Славься, Алтирии Зуфи, До страниц, Моя плава. Я буду варить Бога, И петь Тебе славить, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok 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 Звучал в семье, Но пев сердечный О вечном городе святом, И поутру, и в поздний вечер С тоскою пел Отец о нем, Он пел о городе святом. Еще немного, и мы войдем туда, Еще немного жемчужными вратами Забудем скорбь, и слезы навсегда Зами Иисус там будет с нами. Отец учил с переживанием В сорвях детей не унывать, И на коленях с упованием Сомнений стрелы отражать, Вести борьбу и побеждать. Еще немного сердечно пел Отец, Еще немного все повторяли хором, Построил нам художник и творец Из камней драгоценный город. Прошли года, и город небо Встречал восторженно отца, Он на земле героем небы, И от людей не ждал венца, Но верил Богу до конца. Еще немного, и в семье сыновей Еще немного поют о небе дети, Как пел с тоской о родине своей, Отец когда-то песни эти. Еще немного, и мы войдем туда, Еще немного, жемчужными вратами Забудем скорбь, и слезы навсегда Сам Иисус Там будет с нами. Слава Богу! Кто силен? Не тот силен, кто плотью всех сильнее, Но кто себя сумеет победить? На рынке ты проворней и точнее, А гнев свой в сердце сможешь укротить? Смолчать, когда ты прав, И не ответить ругательством На грязные слова. Ошибки чита просто не заметить, Забыть и не отстаивать права. Любить, когда открыто ненавидят, Благословлять, когда проклятие вслед, Не бутовать, когда в упор не видят И говорят, как будто тебя нет, Не мстить за причиненные страдания И не желать погибели врагам, Забыть обиды и непонимания, Быть равнодушным к славе и деньгам, И неподкупным даже ради близких Не искажать слов истины в суде, Стать за правду, не считаясь риском, Быть с тем, кто в уничижении и беде. Не тот силен, кто, облеченный славой, Не ведает ни страха, ни преград, Но тот, поверь, кто рад чужому счастью И за добро не требует наград. Не тот силен, кто выиграет гонку, Но кто поможет слабому в пути, Кто умирать не оставит, Даже и отвеженного, Но до конца старается спасти, Чьи сострадания больше, чем угроз, Снег, холод, грязь, Пешком по темноте, Чтоб где-то осушить чужие слезы, Чтоб просто рядом быть в чужой беде. Ты смог бы так? Спокойно, без сомнения, Взамен другого понести вину, В ущерб себе пойти на примирение, Когда ты можешь выиграть войну. Ты б смог? Не верю. Это очень сложно. И если бы не Бог, то никогда. Такое человеку невозможно. Я бы не смогла, не знала бы я Христа, Но только Он, кто был во всем проверен, И не склонился даже на кресте, Он укрепит. Он со мной. Он верен. Я все могу сегодня во Христе. Помни, не тот силен, кто независим, Но кто признает правоту Христа, Кто гордость перед Ним свою унизит И примет в простоте любовь Отца. Стать на колени – это не потеря, Пред Богом честь склонится и тебе. Но стыдно жить и ни во что не верить. Но стыдно жить и ни во что не верить. Заботиться лишь только о себе, Нечестно отвегать Христа страдания И угождать лишь собственному Я, Все время убегать от покаяния И всех винить, но только не себя. Твоя душа, вот все, что ты имеешь, А плотью ты слаб или силен, Когда себя ты победить сумеешь, То никогда не будешь побежден. Аминь. Жаль святая душа, Аминь. Твоя душа, я отдай! Кликова. Акс,หมя stadрия partis止 tabern Rashmi, Аминь. 境 сказанaleки шадки夏тим, Аминь. М 수도 с hookedảoщатом И программа на духеが Субтитры создавал DimaTorzok 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 И нет как-то вот такого общения Субтитры создавал DimaTorzok 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 Другие прекратили Наверное, вы не раз слышали Или были свидетелями Уже прекратили молиться за Него А Он все молится И молится Духом Святым Почему? Это доставляло радость Настоящую, истинную радость Сердцу человека И сегодня, братья и сестры Ничего не изменилось Эта радость может прийти Каждому из нас Каждому из вас Молодому или старому Независимо ни от чего Потому что Христос сказал, «Сея с вами во все дни и до скончания века». И сегодня на этом месте Он с нами. Его Слово не изменилось. Он не может изменить. Он сказал, «Я Бог, Я не изменяюсь». И потому вы, сыны Иакова, не уничтожились. Точно так же и нам с вами, язычникам, Бог говорит, что «Я не изменяюсь». Мы изменяемся, а Он не изменяется. Он, будет ли Он говорить и не исполнит, скажет Слово и не сбудется. Такого не бывает. И поэтому, братья и сестры, мы снова и снова обращаемся к Слову Божьему для того, чтобы этим Словом нам ободриться. На этом Слове встать твердо, как на основании, как на камне. И руководствуясь этим Словом, в молитве нашей просить у Господа, чтобы благодать Духа Святого излилась на нас с вами, как когда-то излилась, когда Он крестил нас Духом Святым. Не так давно мы праздновали, вы знаете, церкви наши праздновали сошествие Святого Духа. Я скажу, что это праздник не однодневный. Мы должны праздновать его, даже можно сказать, каждый день. Не только на наших собраниях, а именно каждый день, когда Дух Святой должен посещать и сходить на нас с вами. Каждый день. Это в лучшем случае, в худшем случае, когда мы сходимся в наших собраниях, в субботу ли то, в среду ли то молитвенное собрание, или в четверг, как у нас, или в воскресенье тем более, когда мы собраны все вместе, Дух Святой должен сходить на нас, братья и сестры. И мы должны к этому стремиться и не должны об этом забывать. Почему? Потому что если мы об этом забудем, то какая же цена Церкви Христовой, если она не исполнена Духом Святым? Духом Святым Церковь будет подниматься от этой земли, я так понимаю. И братья нас так учат. А если ты не исполнен Духа Святого, то кто ж тебя, или что поднимет тебя на высоту небес? Задуматься об этом надо каждому из нас. В чем причина, Господи, в нашей ли беспечности, в нашем ли равнодушии, или в чем-то другом, а может быть, суета этого мира, или более того, и хуже того, грех овладел нашим сердцем? Это препятствие для действий Духа Святого. Смотрите, Христос, когда уже уходил от этой земли, Он знал, когда Он говорил ученикам, что Я пойду от вас, Я уйду от вас. И написано, что когда Он сказал им эти слова, что Он уйдет от них, печалью исполнилось их сердце. И это понятно. По-человечески мы это все понимаем. Каждый из нас, я думаю, неравнодушен к этим словам. И если бы кто-то, когда наши родные, мы сами куда-то уезжаем на какое-то определенное время, как-то знаете, я не знаю, как у вас, но какая-то в сердце печаль, что ли, отчасти. Мы знаем, что мы встретимся снова, приедут наши родные, мы приедем домой, снова радость будет. А вот Христос уходил с этой земли. Он сказал, говорит, когда Я сказал вам, что Я оставляю вас, то печалью исполнилось сердце учеников. Печалью. Но они Ему ничего не сказали, а Он знал это. Потому что Бог больше сердца нашего и знает все. И вот, видя их сердце, видя печаль в их сердце, знаете, противостоять они уже не могли словам. Почему? Потому что, если раньше они как-то дискусировали с Ним, спрашивали Его, Он им отвечал, наставлял их в это все. Знаете, я не буду говорить. Когда они спрашивали, кто больше в Царстве Небесном, или кто согрешил Он, или родители Его, все это было, так сказать, приведено к своему завершению. Они все это понимали. И вот здесь они понимали, что если Он станет им говорить, Он опять даст им, как это сказать, correct answer, правильно? Он не скажет им что-то такое, чего бы они не понимали. И вот здесь они даже не спрашивают Его. И Он говорит, что печалью исполнилось сердце ваше. Но я, говорит, пошлю обетование Отца Моего на вас. И вот я читаю Слово Божие, которое написано в Деянии апостолов в первой главе. И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил вас водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. «Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря, не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты Царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и в Самарии, и даже до края земли». Сказав это, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Все Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. «И придя, вошли в горницу, где и пребывали Петр, и Иаков, и Иоанн, и Андрей, и Филипп, и Фома, Варфоломей, Матфей, и Аков Алфеев, Симон, Зилот, Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и с Марией, Матерью Иисуса, и с братьями Его». Когда Он ушел, когда ученики, вернее, спрашивали Его еще до Его восхождения на небо, они спрашивали Его, «Не все ли время восстанавливаешь ты Царство Израилю?» Он сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Что главное? Когда Иисус был с учениками, Он сказал в молитве Своей Отцу, «Когда я был с ними, я соблюдал, я сохранил, никто из них не погиб, а теперь, говорит, я к тебе, Отче, иду». Вы понимаете, Иисус уходил, но учеников Своих Он не оставил одних. Он сказал, «Дух Святой придет к вам, Дух утешитель, и Он научит вас, наставит, будущее возвестит вам». И когда мы читаем Деяние уже вторую главу, то исполнилось это через 10 дней. И Дух Святой сошел на этих 120 человек, которые пребывали вместе. Первое и самое главное условие – это единодушие людей. Они пребывали вместе. В чем они пребывали? Они пребывали в молитве и молении. Это первое условие, когда Дух Святой должен был сойти на апостолов. Второе условие – Христос сказал, когда мы читаем Евангелие от Иоанна, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Я возлюблю Его, и явлюсь Ему Сам. Кто соблюдает Слово Мое, тот возлюблен будет Отцом Моим, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Еще одно условие – для того, чтобы Дух Святой сошел на тебя. Если ты не крещен Духом Святым и не знаешь Его голоса, Дух Святой может сойти на тебя. Но для этого нужно условие – надо пребывать с народом Божьим. Второе – нужно искать лица Господня, пребывать в Нем, пребывать в Его Слове. Тогда Бог изливает благодать Свою, и сердце человека радуется, когда он сходит свыше с этим святым даром и почивает на человеке. И для человека уже не нужно убеждать его, что спасен он или не спасен. Он спасен благодатью Божией и помазан Духом Святым. И, как написано, он запечатлен в день искупления. Братья и сестры, но это еще не все. Дух Святой ведет человека по этой земле. По этой жизни он ведет нас с вами. И против Духа Святого есть грехи. Недоверие Духу Святому приводит к ослаблению народа Божьего. Угошение Духа, как написано, Духа не угошайте. Пророчество не уничижайте. Все испытывайте, а хорошего держитесь. Это все грехи против Духа Святого. Когда Он умоляется, угошается, когда Ему не доверяют, это все влияет на состояние народа Божьего, наше с вами состояние. А ведь мы должны быть, братья и сестры. Как написано, когда мы читаем Откровение, вы помните, да? Иоанн говорит, я был в Духе в день воскресный. Где он был? Он был на острове Патмос. Там было тысяча человек, тысяча членов церкви. Он был один. Но Он говорит, я был в Духе в день воскресный. И слышал позади себя голос, как бы громов сильных. Видите, что значит пребывать в Духе? И когда Он пребывал в Духе, то для Него не существовало ничего, что окружало Его. То, что Он был туда сослан, то, что Он был, может быть, в цепях, в чем Он, в каком состоянии Он находился, Он говорит, я был в Духе в день воскресный. Дух Его был свободен. И этот Дух, давая Ему свободу, дал Ему силу к принятию Откровения Иисуса Христа, которое Он возвестил нам с вами. Братья и сестры, давайте мы будем с вами внимательны к самим себе, к Духу Святому, который Бог дал нам. Мы можем себя, каждый, на этом месте испытать, проверить себя. Молюсь ли я Духом Святым? Он, Дух Святой, говорит ли во мне или не говорит? Посещает ли Он меня? Вразумляет ли Он меня? Помните, Петр сказал, это есть предреченное пророком Иоилем. «И будет в последние дни, говорит Господь, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши с наведениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать». Это есть Дух пророчества. И каждый из нас, сидящий на этом месте, братья и сестры, это вполне серьезно, это пред Господом, это перед Церковью Его, каждый из нас, мы с вами тоже часть Его тела, часть Его Церкви. И для того, чтобы в последний день, когда Он придет, нам быть поднятыми вместе с Церковью, сегодня нам должно исполняться Духом Святым. С Ним легко, с Ним радостно. Вы знаете, даже когда просыпаешься, а ты получил какое-то откровение во сне, или Бог вразумил тебя о чем-то, или, может быть, даже обличил тебя в чем-то. Ведь это же так бывает. Дух Святой действует. Все равно радостно. Мы знаем, что мы Его. Мы знаем, что мы с Ним. И хотя Он наказывает нас, как написано, есть ли какой Сын, которого не наказывал бы Отец. И если даже Он наказывает нас, это благо. Почему? Потому что мы знаем, что как с Сыном, как с сыновьями и дочерями, Он поступает с нами. Но если Он ничего не делает с нами, если ты давно уже не исполнялся Духом Святым, и Он не говорил в тебе, братья и сестры, это настораживает и должно настораживать каждого из нас. Каждого. Сегодня, завтра и в последующие дни, до того времени, пока мы действительно не станем народом Божьим, как написано, грозна, как полки со знаменами. О ком это сказано? Это сказано о церкви. Почему она грозна? Потому что для всех духов злобы поднебесных она имеет силу и имеет власть повелевать. Каждый из народа Божьего. Каждый. Потому что Дух Святой это сила. Иисус Христос, возьмем пример, написано, что Он пришел в город, где был воспитан, пришел в синагогу, ему подали книгу пророка Исаии, Он открыл, где написано, Дух Господен на мне, ибо Он помазал меня, и прочитал эти слова, закрыл книгу, отдал служителю, сел, и говорит, ныне исполнилось слово сие. И написано, и глаза всех в синагоге были устремлены на Него. Почему? Потому что люди сразу увидели эту силу. И это была внутренняя сила, которая давала Ему эту власть. И перед этой властью никто не мог устоять. Бесы кричали, падали пред Ним. Мертвые вставали, прокаженные очищались, хромые скакали, слепые видели. Так сказал, пойдите и скажите Иоанну. Братья и сестры, а сегодня Дух Святой зовет нас с вами, чтобы мы были исполненными Духом Святым. Чтобы не просто ходили, как религиозные люди, пришли, подсидели два часа и ушли, и ничего не имели. Но Он хочет, чтобы мы пришли сюда, исполнились Святого Духа, наполнились верою, как написано, переходя из веры в веру, то есть возрастая в вере. Не из деноминации в деноминацию переходить, а возрастая из веры в веру, чтобы вера наша утверждалась. Понимаете? Она может утверждаться не иначе, как только Духом Святым. Христос сказал, Он придет, научит, наставит, будущее возвестит вам. И это для нас с вами. Сегодня, сегодня, не завтра. Завтра – это завтра, а сегодня – это сегодня. Он открывает нам с вами это слово. Исполненные Духом Святым, они всегда говорили то, что Бог говорил им. Вы помните? Сошлись два царя вместе. Иосафат, и Ахав. Беззаконный царь и святой, можно сказать так. Ну что, пойдем на Ромов Галацкий. Пойдем. Как твои кони, так и мои кони. Как твои люди, так и мои люди. И вот пророки, 400, или сколько их там было, все знают. Иди, будет тебе успех, царь. Все будет хорошо. Ты победишь. Приходят к Михею, помните? Сын Иемвлая. Посланный говорит, слушай, все говорят так. Ну пусть бы и твое слово такое же было, как тех пророков. Пусть бы Ахав пошел, победил бы там. А он говорит, жив Господь. Я скажу то, что скажет мне Господь. Вы понимаете, братья и сестры, в какое положение ставит себя человек Божий? Что ему там скажет Господь? Что скажет Господь об этом деле? Это вопрос. А тут же собрались два войска, два царя, да еще сколько пророков собралось. Попробуй им противостоять. А он один, Михей. И вот все пророки пророчествуют, а Иосифат говорит, вы знаете, наверное, я так думаю, что Бог дал вот этому человеку на уста что сказать. Говорит, а нет ли еще здесь пророка Господнего? Говорит, да есть один, но он не пророчествует обо мне доброго. Говорит, пошли его, сходи скорее за этим Михеем. Позвали, и он пришел. Пришел и говорит, Михей, идти ли нам на Ромов Галацкий? Иди, будет успех. Говорит, я сколько раз тебе говорил, чтобы ты ничего не говорил мне, кроме того, что во имя Господне. А, во имя Господне. Скажу. Я видел Израиля рассеянного, как овцы по горам. Говорит, нет у них начальника. Пусть идут каждый в дом свой. Вот тебе и раз. Два царя, два предводителя, войска одно и другое, израильское и иудейское. И нет у них царя, и нет у них предводителя, и они рассеянные, как овцы. И знаете что? Обозлился этот царь израильский. Говорит, знаете что? Посадите этого в колоду. И говорит, скудно его хлебом и скудно его водою. А что дальше? Говорит, я возвращусь в мире. И когда он возвратится в мире, он так думает, что он расправится с этим пророком. Не исполнилось это слово. А Михей говорит, массы народа, представляете себе? А Михей говорит, если ты возвратишься в мире, не Господь говорил через меня. И что? В мире он не возвратился. Там, где псы лизали кровь на вуфея, там псы лизали его кровь. Вот так говорили мужи Божии, обличенные Духом Святым, пророки Господни. Братья и сестры, и не имеет разницы, все ли за тебя или все против тебя. Разница только в том, и суть только в том, Господь за тебя или против тебя. Если Он против тебя, то все будут за тебя, но успеха не будет. Но если все будут против тебя, а Господь будет за тебя, будет тебе успех. Это люди, обличенные Духом Святым. Так написано в Слове Божьем. И это примеры библейские. А для нас с вами, братья и сестры, открыт новый путь в Освятилище, путь новый и живой. И написано, имея дерзновение входить в Освятилище путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Будем твердо держаться исповедание нашего. Слава нашему Господу. Да благословит вас Господь, братья и сестры, каждого из нас, каждую семью, каждого старца, старицу, юношу, юношу, отрока, сестру молодую и старую, мужей и жен, чтобы нам с вами стремиться к тому, чтобы быть исполненными Духом Святым. Аминь. Аминь. Продолжение следует... 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 И вот звонит он мне и говорит, все, мы отменяем, делаем какое-то перемещение, к сожалению, вот такое случилось. Я приехал, там пепелище, все сгорело, и стулья, и все, что там было, и потолок завалился, все сгорело. Они делали это давно, и он так, служитель, мой товарищ, сотрудник, так хвалился, что экологически чистый утеплитель был камыш. Но камыш хорошо горит, и маленькая искра, и это было днем, и пожарных расчетов было больше десятка, но все равно ничего не смогли сделать, поэтому я прошу, у вас эта нужда тоже, прошу молиться, чтобы Бог благословил. Вот сейчас уже в России, в Краснодаре, везде служение прошло, а теперь у вас служение, но они там, на улице, а вечером особенно, там озер много, и болот разных, много-много комаров, которые очень кусают и не дают комфортно проводить служение. Я уж не говорю за кондиционер. Друзья, пусть Бог благословит. Я обращусь к тексту Священного Писания, это Псалом 61, и читаем с первого стиха, и несколько выборочное прочитаю, и мы прочитаем три текста Священного Писания, мы их соединим в одно, и один маленький урок, который я хотел, чтобы мы сегодня усвоили, пусть Бог благословит. Псалом 61. Начальник Ухора и Дюфимова, Псалом Давида. Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое, только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Таколи вы будете налегать на человека, вы будете незринуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Они задумывались свернуть его с высоты, прибегли ко лжи, устами благословляют, а сердце в своем клянут. Только в Боге успокаивается душа моя, и я пропускаю несколько текстов, 12-13 стих, которые христиане читают и находят утешение. «Однажды сказал мне Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. У Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздаешь каждому по делам его». О, Господи, как нам необходимо в этой жизни исполнить, по Твоей воле мы пришли на эту землю и исполнить Твое предназначение, и как не хватает чего-то нам. Я всегда задаю христианам, вот среди этих проблем, войн, конфликтов и всего остального, Господи, а что нам не достает хорошо служить Богу? Господи, что нам не достает? Вот и здесь Давид восклицает, среди сложностей и трудностей жизни, он говорит, однажды сказал мне Бог, и дважды это слышал, что сила у Бога. А нужна сила? Ну, конечно, нужна. О, Господи, дай мне силы. Но здесь я хотел бы, чтобы вы увидели такую маленькую фотографию и картинку. Давид вводит, и на русском языке это звучит, как мы прочитали, «Только в Боге успокаиваться, душа моя». Слышите, это наречие в русском языке, русском языке, и грамматическая конструкция, она предполагает, вот Бог и все остальное напротив. Вот только в Боге, только Он твердыня. Вот на Него, на Давида налегли, прибегли ко лжи. Здесь написано, кляну, доколе вы будете налегать на меня. И Он все размышляет, Господи, есть одно место у ног Твоих. Я хотел, и я молюсь об этом, и я хочу, чтобы в Тебе я находил утешение и покой. Только в Тебе. И мы можем глянуть, а в чем мы успокаиваем свою душу? Или в каком месте, или с кем, когда нам очень тяжело, когда хотят свергнуть с высоты, когда прибегают ко лжи, и так дальше, что мы предпринимаем? Вот этот момент. А вот, говорит, только в Боге успокаивается душа моя. Вот только. И когда я утешение нахожу только в Боге, друзья, вот тогда сила от Бога. Тогда Он сказал, однажды сказал мне Бог, и дважды слышал я, что сила у Бога. Однажды сказал Бог, и Давид это слышал дважды, и получил силу от Бога, на Него напирали сложности, проблемы. И я хочу сказать, друзья, величайшее откровение, которое я получил в жизни, это то место, где я нахожусь, где я живу, и то окружение, и те обстоятельства, которые в жизни моей, и те все проблемы. И тот нехороший сосед и учительница, которая не давала мне нормально жить, и даже бабушка неродная, которая не давала хлеба. А я плакал, уходил и замыкался в туалете. И плакал, это мне больно было, маленькому, ребенку. Это было очень неприятно. Но я хочу сказать, для того, чтобы меня приготовить к определенным делам, к определенному служению, у Бога был определенный план. И в моей жизни появилась бабушка, в моей жизни появились обстоятельства определенные, в моей жизни я стою в 16 лет у гроба матери, и нас 11 стоит. И сейчас все эти 11 служат Господу. Господу, друзья, это легко. Нет. Но сила нужна, конечно, нужна. И когда мы читаем, что сила, когда мы проповедуем Христа распятого, сила в нем, и для избранных это сила. Мы говорим, наверное, Господи, там миссионерам нужна сила, и так дальше. Но я говорю, будете выходить с этого здания. Взгляните в зеркало. Враг номер два. Если есть неприятель и дьявол, то враг номер два. И все проблемы исходят в русском языке буквой Я. Она ножку вперед выставляет. И отсюда все проблемы. Посмотрите в зеркало. И все наши желания встречали какие-то проблемы. И мы думаем, мы несчастны. О, Господи, если бы ты изменил немножко. Немножко жена была получше, подобрее. Немножко дети были посмиреннее. Немножко работа получше. Вот тогда бы я был счастливый человек. Друзья, а я вам точно говорю, дай вам сейчас любому лист, и скажите, напишите десять желаний ваших, и Бог вам сделает. Через неделю еще десять появятся. И ничего не изменится в вашей жизни. И Александр Сергеевич Пушкин рассказывал за бабушку, которая сидела у разбитого корыта. А потом уже не только царицей хочу, а владычицей мира. И чтобы вот эта рыбка была у меня на посылках. Чтобы она выполняла все мои задания. Друзья, в Боге спасение. В Боге благословение. И мы перелистываем еще один листик с Псалтаря. Читаем следующий текст, который мы увязываем, то, о чем мы говорим. Это Псалом 65. Мой любимый. Восьмой стих. Благословите народы Бога нашего, и превосносите хвалу Ему. Он сохранил душе нашей жизнь, и ноге нашей не дал поколебаться. Хорошо? Конечно, хорошо. Господь, Ты благословляешь, Ты милуешь, Ты все даешь и делаешь, и я благословляю Бога. И дальше написано, Ты испытал нас, Боже. Переплавил нас, как переплавляют серебро. А вот уже немножко неприятно. Вот не просто здесь сидя на мягких креслах, в хороших условиях мы размышляем и наполняемся определенной силой. Друзья, чтобы сила была в руке, надо, чтобы мышцы рвались. Молодые люди знают. Это не просто рвут мышцы, чтобы наращивать силу себе. И вот здесь написано, Ты испытал нас, Боже. Господи, любящий Бог. Ну зачем это? А вот что-то есть. У серебра есть качество. У золота есть качество. Ты испытал нас, Боже. Переплавил нас, как переплавляют серебро. Ты ввел нас в сеть. Ой, еще тяжелее. Положил оковы на чресла наши. А вот тут уже оковы висят. А вот тут я, как рыба в сети, запутался. Дальше написано, посадил человека на голову нашу. Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу. А вот еще на голове человек. И Бог его посадил. Его нельзя сместить никуда. Нельзя сбросить никуда. Ой, Господи! Молодые люди поженились. Можно на любой журнал иллюстрацию такую сделать, красивое, и все кажется такое счастье, чтобы им не жить. Друзья, через несколько времени говорят, мы характерами не сошлись. А я смотрю, идеальная, идеальная пара была. Это был Адам и Ева. И красивые, и мудрые, и хорошие. Но как только грех вошел в жизнь, друзья, так сразу же Адам воскликнул. То восклицание радости, оно заменилось вот тем восклицанием. Ты, Бог, мне дал эту жену. Так вот с грехом. С грехом. И Бог имеет одну цель для нас. У него есть определенная технология для нас. И написано, что ты испытал нас, Боже. Ты оковы положил на чресло, в сеть ввел, посадил на голову человека. Ты ввел нас в огонь и в воду, и потом ты выводишь на свободу. Что главное в нашей жизни? А что-то сделать. Что-то главное было у Авраама, у Еноха, у остальных, у каждого из нас. И вот этот ребеночек, который сидит маленький, еще нет сил, ни в ручках, ни в чем. Он воспитывается. Друзья, но у него будет какая-то определенная цель. Ему нужна сила. Ему нужно Божье благословение. А сила, как мы уже сказали, она не просто дается. Я получаю, сидя в размышлениях, Господи, Ты человека посадил. Господи, Ты ввел в сеть. Ты оковы положил на чресло мои. И Ты проводишь меня, чтобы я был сильный. Я восклицаю, только в Боге успокаивается душа моя. У нас одна сестра уверовала. Она пришла в церковь, и она так ее Бог благословлял. Такая благословенная хорошая сестра. Через время приходит муж, большой такой молодой взрослый человек, вот тот, который на голове у этой хрупкой молодой женщины был. Он пришел, гранату принес в церковь. Он схватил ее за волосы, он ее бил, он ее вытаскивал из церкви и сказал, слушайте вы, причем с нехорошими словами. А мы стояли и плакали. Мы не знали, что делать, Господи. И он ее вытащил и сказал, вот граната, взорву вас здесь всех, еще раз она придет сюда. И мы плакали. Она ушла домой, она звонит мне потом, когда его не было дома, звонит и говорит, Владимир, я не знаю, как бы неудобно, вот такая ситуация, такие обстоятельства. Я говорю, успокойся, успокойся, будем молиться, Бог всесильный, успокойся. Немного времени прошло, звонит мне телефон, и я слышу, извините, вы меня один раз видели, вы меня не знаете, я такой, такой, это тот человек, который приходил с гранатой. Я вас приглашаю, пожалуйста, придите ко мне домой. И я так послушал, ну думаю, ничего себе, человек только взорвать хотел, и все, беру еще одного брата, думаю, Господи, помолились, мы приходим, у него накрытый большой стол, на столе много-много всяких продуктов. Он говорит, братья, он говорит нам, братья, помолитесь и кушайте, а я вам буду рассказывать. Мы помолились, в том доме, только немного назад, он с гранатой грозился взорвать. Он в церкви такие слова говорил. Теперь он говорит, братья, помолитесь, кушайте, а я вам буду рассказывать. И вот я, не расплываясь в деталях, они поехали со своим родственником, тоже молодой, сильный человек, поехали в сибирский город, у них бизнес определенный, они шли там возле рынка, по рынку, там что-то кто-то делал, занимался, они туда примкнули, конфликт возник, ударили друг друга, и он дальше пошел. И говорит, иду я, слышу, мне сзади, не понял, смотрю, спереди так, и сзади люди идут вот так, и как бы я в строю в таком оказался, и спереди меня такие сильные молодые люди в кожаных курточках, шеи такие у них толстые, сильные такие, накачанные, и идут вот так. Я смотрю, а мне сзади голос, идите, прямо молодой человек, идите, куда мы вам скажем. И вот этот, строем этим, они идут, заходят, а там переход такой, который еще не сделали, там еще работали, но был как раз выходной, они туда зашли, в этот переход, они опустились, а там сидят еще много очень нехороших людей, которые в нетрезвом состоянии, нехорошем, и они только завели, и говорят, один говорит, ну что будем с ним делать, ну будем, резать будем сейчас. Он подумал, сначала шутка, а потом один встает, и там их куча, перегородили дорогу, встает и начинает, ножичек достает острый, пуговички обрезал, куртку порезал, потом по шее начал водить. Друзья, и когда он говорит, он говорит, а мы кушаем, сидим, мы замерли даже, и он говорит, слушайте, братья, и когда он ножом провел мне по горлу, я понял, что уже есть надрез, тогда я внутрь не собрался, и сказал, Господь, если ты есть, и моя жена молится тебе, я никогда в жизни плохого слова не скажу, выведи меня отсюда, помилуй, и говорит, я только как проговорил это внутри себя, из темноты, бабушка, метр двадцать, наверное, небольшая такая, она выходит, как выплывает, и так она подошла, глянула на нас, говорит, сыночек, ты чего здесь с ними стоишь, а ну пошли, она меня обняла, и повела, и я иду, они как, знаете, как замороженные такие стоят, и она повела, и мы вышли, и когда я вышел оттуда, бегом, быстрее брату, уже бизнес, не надо поезд, быстрее сел, завязали купе, всю ночь меня, всю ночь мне сны, сны такие, как вроде меня, разрезают, бьют, убивают, он приехал и звонит мне, это человек на голове, и что мы сделаем? Друзья, нам нужна сила для определенной цели, и мы говорим, для евангелизации, конечно нужна, но мы будем выходить отсюда, мы взглянем в зеркало, чтобы победить себя, когда трудно, когда тяжело, когда в сеть войдем, когда искушения придут, и все наляжет против тебя, когда тебя захотят свергнуть, вот тогда нужна сила, и перемещаемся в другой текст Священного Писания, мы читаем его, это первое послание Петра, 4 глава, 1 стих, «Итак, как Христос пострадал за вас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Итак, мы посмотрим на этот текст, кто перестает грешить, друзья, «Итак, как Христос пострадал за вас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Я вас спрашиваю, друзья, братья, сестры, опытные христиане, кто перестает грешить? Страдающий плотью. Как бы все просто. А теперь я задаю вам вопрос, и мы вместе размышляем, а вы не видели людей, которые страдают и в ропоте, и в недовольстве. А теперь я хотел бы посмотреть те, которые не могут справиться с какими-то проблемами и согрешениями, чтобы мы вышли. Я сказал бы, еще каких скорбей тебе добавить, чтобы ты перестал грешить. Что тебе еще добавить? Друзья, и вот здесь написано, апостол Петр в контексте говорит, вторая глава, он говорит, надо что-то сделать, полюбить Слово Божие. Я всегда говорю в этом месте от часа в день, если мы не склоняемся перед Богом, час в день, он дает только тот нулевой уровень, когда мы склоняемся перед Богом в молитве и ищем воли Божьей, чтобы исполнить свое предназначение. А дальше он говорит о женах, о мужьях, о том, что мы погреблись в крещении в водах. И дальше говорит, и так, подводя итог, как Христос пострадал за вас плотью, то и вы вооружитесь мыслью, страдающий, потому что страдающий плотью перестает грешить. Так кто перестает грешить? Страдающий плотью. И так, мне столько страданий. Друзья, у каждого из нас масса страданий. И было, и будет еще. И Бог так сделал. Маленький ребеночек, он беззаботно гуляет и бегает. Он даже может упасть, вот когда он только учится ходить. Упал, встал и пошел. Но взрослый человек, если упадет как ребенок, несколько будет по-другому. Бог нам дает определенное время, промежуток. Для чего? Чтобы нам научиться. Сила у Бога, и нам нужна сила, чтобы нам не грешить. А что здесь написано? Страдающий плотью перестает грешить. И я всегда читал и думал, Господи, ну как же? Я прихожу к брату, он в болезни лежит, он у него ропот, недовольство, ему еще больше страданий дай, и он никогда не справится с ними. А здесь написано, как Христос пострадал за вас плотью. Вот как Христос пострадал плотью, то и вы вооружитесь, оденьтесь этой мыслью. И тогда уже, когда вы это сделаете, ибо страдающий плотью перестает грешить. Слушайте, что важно? Нам важно облечься, вооружиться, чтобы нам не грешить. Нам важно посмотреть на Христа, как он это делал, когда на него плевали. Зло в нем не встречалось. Когда его оскорбляли, заушали, зло в нем не встречалось, друзья. Христос шел и совершал спасение. Его ударяли, заушали, а он шел. Он говорил про реки, что я сделал тебе плохого. Что я сделал? И он побеждал зло, друзья. Очень важно нам сегодня, понимая, что сила у Бога и враг, который рядом, в нас, внутри, те страсти, те желания, друзья, та испорченная природа, которая в нас, по наследству от наших родителей, и тело наше, которое ожидает усыновления, которое мы должны победить. Для этого нужна сила. Для этого нужно много силы. И мы победим только в одном случае. величайшее откровение, лучшие условия моей жизни при всех моих сложностях и следах, слезах, которые я имею. Это то, что я имею. А теперь меня Бог любящий проводит через скорби, переживания, трудности, искушения. Он проводит, а я должен вооружиться или одеться одной мыслью, Господь. Когда мне, мне будет оскорбление, кто-то говорит, я буду как ты поступать. Когда меня будут что-то делать, оскорблять, я буду как ты. Я буду плакать вместе со своей сестрой, которая плакала и говорила, братья, ну что я могу с этим мужем сделать? Я не могу даже на служение прийти, братья. Но мы молились, и она молилась, и Божье время, и уроки Божьи пришли. Смотрит Бог, она уже сдала этот экзамен, и сразу этот человек изменяется. Итак, друзья, секрет в том, что мы должны вооружиться одной мыслью, одной мыслью, как Христос пострадал за нас плотью, и вы вооружитесь той же мыслью, когда мы вооружаемся одной мыслью, друзья. Тогда мы перестаем грешить, а страдания придут. Но страдания придут, если мы не вооружились этой мыслью, идти по следам Христа, как Петр говорит там же, в этом послании, тогда мы будем грешить. Однажды, это было 20 с лишним лет назад, когда многие, многие уезжали вот сюда, в Америку, я там оставался, мои друзья, братья, служители нашего региона, мы собирались и говорили. И коль часть уезжала, а часть не уезжала, у нас возникал такой вопрос. Всегда, как у Салтыкова-Щедрина на острове, два генерала. К чему бы мы ни подошли, мы подходили к одному вопросу, к тому, что надо ехать, или не надо ехать. Друзья, я абсолютно не осуждаю, я говорю, это Божье дело, и Бог имеет цели и планы. Я сейчас об этом, не об этом говорю, я говорю, когда мы собирались, и всякий раз, когда мы беседовали, мы приходили к проблеме, у нас возникал конфликт, натяженный разговор, и я говорил, Господи, я уходил расстроенный, я молился и сказал, Господи, наверное, больше не буду беседовать об этом, наверное, не буду об этом говорить. И в следующий раз опять мы собирались, и опять мы в это же русло попадали, и опять мы об этом говорили, и опять я приходил, себя заклинал, и говорил, Господи, все, больше не буду, не буду больше об этом говорить. И опять, и опять братская, какой-то разговор, и опять у нас об этом разговор, и мы так много раз делали. Я очень сильно расстраивался и говорил, Господи, что же делать, ну как же разобраться, и трудность в нашей стране тогда была, и все остальное, через время уехали часть, мы там живем, трудности, я приезжаю сюда, встречаются братья, служители, хорошие братья, благословенные, которые меня воспитывали, они встречаются и говорят, придите, мы поговорим, и мы с братом туда, с моим старшим идем туда на встречу, собрались братья, мы сели, и мы что сделали, слышите, я хочу одну мысль вам, чтобы вы это запомнили, мы что сделали, мы со своим братом договорились, слушай, мы сидим с тобой вот здесь за столиком, и нас будут спрашивать, мы должны вооружиться одной мыслью, чтобы у нас не было конфликта, мы должны вооружиться, и так, мы договоримся так, если я отвечаю, и ты слышишь, что у меня эмоции немножко поднимаются, и поднимается чувство такое, знаете, когда, ну, вам в лицо плюнут, или когда вас оскорбят, какие чувства приходят, когда вас подрежут на машине, и прям так чуть вы еле увернулись, чтобы в аварию, какие у вас чувства возникают, вот всякие чувства такие возникают у всех, у нас, с ними надо бороться, вооружиться одной мыслью, и мы договорились, как только ты слышишь, что у меня какая-то эмоция отрицательная, ты дави мне ногой, мне на носочек, чтобы никто не заметил, а как только я замечу, я тебе буду давить на носочек, хорошо, мы договорились, собрались, сели с братьями, помолились, и беседа идет, и беседа идет, такая, ну, братья старшие, они воспитывали, старший всегда, синдром такого старшего брата, он всегда так вот работает, и братья задают один вопрос, второй, третий, я отвечаю, я даже еще не чувствую, что у меня эмоции как-то поднимаются, но слышу, нога моего брата давит мне на носочек, я тогда, ну, коль мы договорились, уже надо тогда выполнять, я останавливаюсь, он берет инициативу, говорит, братья, ну, вы знаете, вот так, вот так, это вот так, вот так, я слышу у него вот так, вот так, эмоции поднимаются, я раз ему на носочек, братья, ну, конечно же, подскажите нам, как лучше, мы же братья, мы так дальше, слышу, я говорю, говорю, поднимаются, мне брат мой давит на носочек, слушайте, что я хочу сегодня сказать, Три часа мы проговорили, и я вышел оттуда и кричал, аллилуйя, мы вдвоем одержали победу, мы не вошли ни в какой конфликт, у нас даже не было натяженного разговора. Я для себя отметил и получил откровение, если я вооружаюсь мыслью, одной мыслью идти за Христом, чтобы мне не сказали, какие бы спори бы ни пришли в мою жизнь, Господи, Ты благословляешь. Только в одном случае сила от Бога приходит, когда я только в нем нахожу утешение, а в откровении Иоанн видит, когда он плачет, и книга запечатанная, и никто не может открыть, он плачет и не знает, что сделать. Бог говорит, там лев из колена Иудина, он слышит голос, он откроет сейчас, Иоанн смотрит, а там не лев, а там агнец, как бы закланный, хотелось бы сказать, хотелось бы расставить все на свои места. Да, друзья, кто был на море и кто был в океане, те видели, что все камни, они круглые становятся. Там нет, даже если вы кирпич туда бросите, он быстро обретет форму такую же, такую же, друзья. Я много думал, почему у родителей бывают дети такие, которые дополировывают до такого состояния, почему бывают конфликты. Вот мы все несовершенные, мы все обижаемся и обижаем друг друга. К сожалению, друзья, но нам надо одно, облечься одной мыслью. У Бога сила есть, и Он хочет ее дать. Мы крещены Духом Святым, это не просто пять минут поговорить на иных языках, дома в молитве. Это не просто от часа в день, когда ты склоняешься перед великим Творцом, когда ты говоришь, Господь, сегодня передо мной день, и ты дай мне благодать, дай мне те слова, которые нужны для меня, дай мне, чтобы я творил твои дела. Написано в его творении во Христе, шедевры в оригинальном тексте. Созданного во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять, Он предназначил, для этого нужна сила, победить себя и сделать Божьи дела. И победить этот мир со всем злом. Друзья, пусть Бог благословит. Вооружитесь одной мыслью. От страданий не придет благословение. Если вы только будете страдать, вы будете роптать. Если вы не вооружитесь одной мыслью, идти за нашим Господом, по Его следам. Пусть Бог благословит. Мы будем сейчас молиться и глянем в глаза Богу, и где у нас было что-то не так, где мы не понимали, и где нас как-то уносило на обочину, друзья. Где мы не доверяли Богу, или когда Бог побуждал нас преклониться перед Ним, и мы не брали у Него силу, и потом мы понимали, Господи, нас такие мелочи выбивают из скалеи. У нас не хватает сил и терпения победить себя и другого. Мы начинаем срываться на детей и на родных, лишь потому, что нет силы, лишь потому, что мы не вооружились одной мыслью, чтобы идти за нашим Господом, чтобы взирать на Него начальника, совершителя веры, у которого сила, помощь и благословение. Давайте склонимся, помолимся Богу. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Господь, взгляни с высот неба Боже Владыка, мы молим Тебя, нашего Господа Бога Да придут милость и благословение и благодать в жизни наши, пути наши Церковь эту благослови, братьев, служителей, тружеников, Господь Всех, Господь, предстоящих перед Тобой, благослови, Боже, благами неба, Господь Чтобы наши уста и наше сердце всегда прославляло Тебя Прими от нас славу, честь и хвалу, Отец, Сын и Дух Святой Аминь Аминь Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе Хлеб наш насущий, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим И не вели нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое и старство, и сила, и слава во веки. Аминь Будь ласка, присядьте на свій місця, брати и сестры, ми будем мати ще нужды народа Божого, объяви, які поступили до нас И после того, как мы сказали, з миром Божим, будете з миром Божим розъезжаться. Так что, будь ласка, не спешите Значит, сегодня мы говорили про то, что мы хотели зустретиться с регентами, сортля, разом с регентами Но много регентов нема, так что сегодня изменяется эта встреча, потому что наш подростковый хор уехал в Трай-Сити И регента с ними поехали. Так что мы в другий раз, вы почуете, когда мы объявляем, в другий раз встретимся с регентами Значит, в четвер мы будем мати испытания. Будь ласка, те, кто готовится до водного хрещения В четвер, пожалуйста, мы объявляем на сегодня, на этот четвер, но так как нам попросили прямо цих хрещений Чтобы нам еще предложить на воду тиждень, чтобы они могли быть подготовлены, потому что уже каникулы В школе уже учебы немае, и они хотят быть подготовлены к испытаниям Так что, будь ласка, в четвер будьте готовы. Разом с батьками, батьки, разом с своими детьми Тих, кто хочет принимать водное хрещение, приходите в четвер на наши испытания Ну и в середу зібраня без мін, в пятницу так само. Вы знаете, брат Віктор сьогодні, який стоял за кафедрой, казал про то, что всегда сердце радуется, когда приходишь, и дом молитвы переполнен народом Божим Но знаете, в неделю зранку, в какую церковь не прийдет, завжди переполнен дом молитвы Завжди людей дуже багато. Но когда прийти в середу на буденних зібранях, когда в пятницу на молотовое зібране, когда в неделю вечером, буває, конечно, не та обстановка Но я побуждаю, я скажу, что для меня барометр, да, показатель, это как раз на буденних зібранях Это в неделю вечером показатель, когда народ Божий ревностный, когда служит Господу, когда хочет прославлять имя Господа Тогда они идут в собрань, не просто только в неделю рано. Так что, будь ласка, не обставляйте зібрань, не залишайте На буднях не залишайте, и вечером в неделю також. Приходьте, потому что то зібранье перед Божим лицем. Хай вас Бог благословит Значит, хрещение в нас будет не в первую неделю и хлеболомание, а в другую неделю. Это в липні 12 числа. В другую неделю в липня будет в нас водное хрещение Потому что в первую неделю не дают озеро, потому что там как раз свято американское Так что, хай Бог благословит готуваться до одного хрещения. Будь ласка, Ваня Хрипта, який має объяву, зроби объяву Как уже было сказано, дитячий хор поїхал в Трай-Сити, в церкву, з ними поїхал брат Евгений Герасимов Он просил меня сделать объяву, что будет распродажа в третьем зале, будут продавать торты, голубцы, шуба, даже мед, возможно, еще некоторые вещи И вырученные деньги будут на помощь для подлиткового кемпа и недельной школы И поэтому, прохание, поддерживаем наших детей, подлитков, прийнявши участь в распродаже Дякую Мы не раз говорили про то, что мы в нашей церкви не хочем устраивать бизнес И у нас действительно нет бизнеса, никто из этого не зарабатывает, никто из этого не имеет никакой пользы Это просто такая акция Вы знаете, есть в Вечголоте Бабтистская церква И нам слушатели говорили, когда наши старшие сестры не мают чем заняться дома Чтобы они просто так безопасно не проводили час, лишь они не балакали, не говорили То мы их звозимы до церкви, там в церкви они прямо лепят племени, варенички А потом предлагают людям, что все это не дело Божие во имя Господа Это то, что мы сделали апостол Павел Он говорит, что нужда моим, и бывшие при мне послужили эти руки То есть, чтобы никто не наживался, никто ни того бизнеса не строил То нас наши друзья и так делают Пока еще третий зал у нас свободный И там делают такую акцию Так что не засуджуйте нас за это В итоге никто не имеет никакого прибутка Это все идет на дело Божие, на церковную справу Значит, еще одна объява Сестра Лена Карасчук, если уже готовы, будь ласка, Лена Карасчук Сегодня мы будем выставлять одну молодую пару И они просили, чтобы это делать не в конце Уже пара просила меня не в конце Тоді, когда они боятся, чекают с нетерпением А мы делаем все объявы, все нужды читаем, а потом вызываем молодую пару Лена Карасчук, она будет выходить замуж за Вадима Кот Вадим Кот полюбил ее И сегодня мы выставляем эту молодую пару Вадим Кот, будь ласка, выставляем для того, чтобы вы могли побачить их Будете побачить десь их разом Хотя я всегда скажу и предупреждаю Когда будете разом, будьте присвятливы Будьте это в день През молодежи разом Когда десь ехать нужно в машине И вы окремо берите кого-то с собой Своих братов, сестер Не будьте один на один Особенно вечерами разом не едьте Прекрасная молодая пара, которые желают подружиться Полюбили друг друга И сегодня мы выставляем Если у вас есть какие-то претензии до них Дайте нам знать про это Потому что в суботу у них будет обручение Батьки Сестрелянии Карасчук Будь ласка, брат Василь И сестра Лариса Поднимите Брат Василь Карасчук И сестра Лариса И брат Василь в хоре Я понимаю для них это радость Потому что их дочка будет выходить за замуж И батьки Вадима Кот Виталий и Надя Будь ласка Виталий и Надя И их сын Будет женеться Хай Бог благословить вас Мы радуемся Тоді коли молоді люди Объединять свою долю Коли женятся И мы благословляем завжди Благословляем Але я завжди люблю казати Робите правильно Правильно закладайте фундамент Дорога молодь И тогда ваша семья Будет счастлива И благословенна И вы никогда не будете жениться Что женились Або вийшли за замуж И никогда не скажете Такого Наче характер не зійшли Что життя не складывается И характер будет сходить Коли вы правильно закладываете фундамент Святе богобильное життя Благословение батьков Коли батьки благословляють Збережение себя в чистоте и святости Правильная поведенка Правильная даже внешность Форма одежды День шлюбу Чтобы народ Божий прийшов И сказал Господь благословить эту пару И тогда Бог благословляет Ну и конечно Чтобы была любовь между ними И когда это правильный фундамент Такий хороший Мецный И тогда семья будет благословенная Будь ласка Вы можете присесть Вадим и Елена Тут спереди Мы будем за вас молиться Чтобы вас был благословив После устройства До дня заручен А потом до дня веселия Чтобы во всем было Боже благословение И устройство Значит дякую нашим братьям Гостям Які відвідали нас Ну брат Степан Ноздрин Який сьогодні в нас в церкви Неділю рано Я не помню Чи він у нас був Він любить часу посещати нас А це его рідний брат Брат Володя Из З Росії Брат Володя Який говорив Заключено проповедь Хай Бог благословить вас Дякую Що відвідали нас И Божого благословения И успеха в вашем служении И брат Виктор Лукьянов Истоком Истокомир 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 наш Бог. Аллилуйя, Тверх Господь! Аллилуйя, Тебе Дух Святый. О благословённый Бог! Аллилуйя, Аминь. Благословённое Твоё Святоим и Investment. Тобие славы, Тебе хвала. Тебе честь и поклонения наш Господи, Аллилуйя, Мобиль Дух Святый. Алла, Отче, мы благословоем Тебе нашего Иисус palabra тебе слав yükKeц Тебе И честь Тебе. Подякай Тебе да человечество благословенный Бог. Аллилуйя, Тебе Иисус наш names теперь наш Иисус, и благословеньів тебе Святого Европа. честь и подяка Тебя вечером благословен от Бога дякую Тебя за милість Твою за любов Твою за ласку и борту Твою Боже Даш и тому что раз в этот час наша молитва до Тебе останься с нами Иисус и благословен Твой народ Господь Боже Даш Господи Боже Даш мы Тебе дякуем наш Иисус Дорогий хвала Тебе слава Тебе Иисус Дорогий за зебранье которого для нас сегодня ранково недель Господь мы Тебе дякуем на Твое слово яке живой дейчик и тракал из сердца нашего Тебе говорили yours через песни через верши через проповеди Господь дякую Тебе Иисусу любишь нас ты милую и благословяешь нас ты охраняешь нас Господь ми Тебе дякуем ты бережешь нас на дорогу Господь наш петрозьковой корпус поехал в троиситие Господь благослови їх там Господь и церкви там благослови судов не будуть Господь благослови брату дорогу їх охранье в дорозе оберегай всякие аварии Господь потому что случайно тебя являются тяжкие аварии Боже наш и это семья Яка из церкви, где на служении Степан Касанюк Тоже тяжко пострадала Загинув тату и сын, Боже наш Наша молитва требует тишки, Господь, скрабящую семью, Боже наш Тишки детей, Господь, Алибоктор И Господь, я тільки в госпитале дружина и двоих детей Боже наш, дай им здоровье, Господь, Алибоктор И яви Твои миссии над ними, Иисус Я щели Та прошу, Господь, исти я хворих Являй силу и славу Твою, Твою сильный Бог Оздоровляйте любую хворобу, Господь Там, где врачи уже будь бессильны, Твою сильный Бог, Иисус, Дорогий Там, где людские кинчаются, а Твою продолжается наш Иисус Я щели Та прошу, Боже наш, зайди, Господь, госпиталь Ти бачи Христю, которая находится в госпитале За Луцком, Господи, яви Твою миссию над нею Укрепляйте, я бодряю Иисус Я знаю, что она в старшинских годах И скоро Господь выйдет в небесную сель А ты еще добавляешь роки життя для нея, Господь Ці дни добавляешь месяца, потому что все наши дни В твоих руках, наш Господь, дорогие, благословите ее, ободрите ее Умножай віру ее, Господь, чтобы она ждала этого славного дня Когда ты покличешь ее в небесную сель Боже наш, и остальных хворих мы несем до тебе Сестра, я завжди просила своего сына, Господь, арибок Наша молитва до тебя, приятуйте ее до перехода Иисус, дорогие, яви твои миссии, дим Брат Степан просила своего брата Льоню, Господь, Могмедяка Наша молитва до тебя, укрепи ее здоровье Поверни ее повноценное здоровье, Господь, арибок Я прошу тебе, Иисус, яви твои силы и славу Господи, дорогие, ты бачишь, Толика, бабча, за которого просит завжди мама Иисус, ты сильный Бог чудо яви ты Хотя я знаю, что для каждой людины есть твои определения, Господь, арибок А на нашу молитву, пока сердце бьется в груди Ты являй твою силу, являй славу, Господь, являй сила Бо ты сильный Бог любого, Господь, хворобу оздоровляти Надре, Господь, я прошу тебя, спасай грешников Навертай на дорогу правду, Господь, арибок Ты, кто залезет от алкоголя Або от других грехов, Боря наш, ты сын, и Бог освобождает Ты освобождаешь любого грешника, Господь, и спасаешь Ты можешь багато моментов и встретить, как спасти людину Сегодня мы слышим свидетельство, Господь, арибок Как ты спас этого человека, наш Господь, дорогой, я счастливый, спасай Являй твою милюсть, появляй силу и славу твою Сегодня мы представим перед тобой, Господь, молодой пары, Вадима Лену Яки могут иметь обручение, яки хочут иметь дать свою долю создать семью Благословить ее, Господь, батьки благослови и пишите устройство во всему Наш Господь, дорогой, все эти нужды мы несём до тебя Тих, кого день рождения благослови, дорогой Я щерезно прошу, Господь, благословляй их Давай здоровья, Господь, успех во всьому Наш Господь, дорогой, я оставил все нужды и потреби Ты все знаешь, ты все бачишь Сильный ты Бог Выходит на помощь, Господь, и благословляйся Благословляйся, на тебя надеемся мы Наши братья гостей благослови, яки нас відвідли Брата Володя, Господь Ноздрина, яки трудиться, Господь, там, в Краснодаре благословите его, его семью благословите церковь Господа, и их служение благословляй. Давай успех. Боже, благословите Степана и брата Виктора, который из таковой церкви благословит, и все гости, которые нас идут, будь с нами. Когда будут разъезжаться гости наши, хранить дорожки, транспортные, оберегай Господь, как и беды от несчастья. На тебя надеемся мы и тебе самое дяким. Достойный и слава, вечный Бог, Отец, Син и Дух Святый. Аминь. Благодать.